СПОРТ С МЕДВЕДЕВАЙ СПОРТ С МЕДВЕДЕВАЙ Региональный представитель Национального центра конного туризма. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ничего не знаю про конный туризм, но как страстный поклонник конного спорта, как вообще человек, который любит лошадей, ну, примерно так же, как и вы, к сожалению, только общаюсь с ними реже, очень хочу узнать о том, что такое конный туризм, для кого доступен этот вид спорта и что из себя этот вид спорта представляет. Наверное, с Ирины начнём. Что такое конный туризм? Ну, эта дисциплина появилась совсем недавно во Франции. Это, значит, аббревиатура трек. По-французски я, к сожалению, не смогу это воспроизвести, но русский перевод звучит как техника конных походов в условиях соревнований. То есть, здорово. Да, само по себе трек, это слово, можно перейти с английского, как как раз конное путешествие, да, в переводе с арабского дорога. Ну, вот конный туризм. Конный туризм. А во Франции-то это давно существует, наверное? С 1985 года эта дисциплина образовалась во Франции. То есть, достаточно молодой, да. Ну, и для нас это вроде как давно. На самом деле, как вид спорта молодой. Выезжая за границу, все время обращая внимание на все, что связано с конным спортом. Очень часто видела такие организованные группы прогулочные, в том числе и вдоль трасс, и на каких-то таких ландшафтных участках путешествуют. Это просто прогулки или, может быть, это вот уже люди готовятся к конному туризму? Если они все-таки имеют номер какой-то, да, нагрудный, что это все-таки можно сказать, что это уже спортсмены как конного туризма. На мой взгляд, на самом деле, вот появление такого вида спорта, это для тех людей, которые любят конный спорт, но не могут отдавать этому так много времени, как спортсмены, которые выступают в конкуре и выездке. Это замечательный способ как-то себя реализовывать. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. Это как раз самое замечательное в этом спорте, это то, что его доступность. То есть здесь важно, конечно, чтобы человек все-таки умел управляться с лошадью, чтобы он умел с любой лошадью договориться. В принципе, здесь ни возраст, ни квалификация такого уж большого значения не имеет. И так же, как и лошадь любая, тоже, может, самая простая, наоборот, выступить намного лучше, чем самые знаменитые треки, которые выигрывали в классических видах спорта, в олимпийских конкур-выездках. Ну, давайте сейчас поговорим о том, что же из себя все-таки представляет конный туризм. Потому что многие из нас понимают, что есть вид спорта туризм, там походы на байдарках, походы туристические, ориентирование на местности и так далее. Конный туризм. Мы приехали на соревнования, сели на лошадь. Что нам предстоит? Так, ну, значит, конный туризм – это, в принципе, вид спорта у нас такой, как спортивный туризм есть, да? То есть это федерация не конного спорта, это федерация спортивного туризма. Да, да, да. То есть вид спорта у нас спортивный туризм называется. Дистанции на средствах передвижения – кони, да? То есть там различные есть средства передвижения, у нас кони. То есть внутри вида спорта, спортивный туризм, есть спортивная дисциплина. Ну, там очень много в спортивном туризме, я на самом деле не буду туда, потому что я все-таки ближе к конному спорту. Нет, это правильно, мы сегодня о нем и говорим. Там я не совсем еще в теме, так скажем, да? Там есть маршруты, дистанции, вот у нас как бы дистанции получается, да? И на средствах передвижения – конная, как я уже сказала. Значит, дистанции трек, вот техника конно-полевых выездов в условиях соревнований – это включает в себя три дистанции. Они проходят два дня. Первая дистанция – это называется длинная дистанция с ориентированием. Тут нужно показать умение ориентироваться в пространстве, ну и, соответственно, управлять лошадью, да, в этот момент. Вот, тут нужен компас, карта и путь. Дистанция длинная, она там тоже подразделяется по разным классам, от первого до шестого класса, да, различаются дистанции по своей протяженности, по своей сложности. Вот, ориентирование тоже бывает разное, там по разным, разные виды, и по карте, и по обозначенному маршруту, и по азимуту, и, ну, в общем, там тоже. Наталья, а вы вот сами поучаствовали хоть раз в таких соревнованиях, или в основном только участвуете в организации? К сожалению, у нас не хватает времени, чтобы мне выехать на эту трассу. Очень интересно. Наталья у нас судья. Да, судей нам тоже не хватает пока, хотя мы выучили несколько человек, но чем больше этапов, чем сложнее соревнования, тем больше требуется судей. Поэтому у меня как организатора всегда хватает очень работы. Ну да, я была у вас на конюшне, это действительно очень смелое такое решение. В чистом поле начать новое дело фактически. 25 голов, да, у вас? Да. Давайте вот, раз уж заговорили о вашей конюшне, расскажем слушателям, где все-таки у нас на сегодняшний день очаг и центр конного туризма. Как к вам добраться, как у вас там все организовано, как называется? Кто может приехать? Расскажите вот об этом чуть-чуть поподробнее. Приехать к нам могут любые любители лошадей, как ездящие верхом, так и желающие научиться, и так и просто, которые хотят пообщаться с лошадью снизу, стоя рядом с ними в тенике. Мы всех любим, развиваем любые направления, которые связаны с лошадьми, потому что мы хотим, чтобы наша страна двигалась дальше по европейскому сценарию. Там достаточно, как вы уже сказали, распространено использование лошадей в любых дисциплинах. Наше хозяйство находится в 4 километрах от Нововятска и в 10 километрах от Кирова, если ехать по обездной дороге. А как называется вот эта деревня, если кто-то на навигаторе наберет? Да, раньше была деревня Черноземы, называлась, 30 лет ее вот не существовало, вот сейчас вот. А в навигаторе как можно? В навигаторе лучше, наверное, Сунчиху забивать. Деревня Сунчиха. И, в общем-то, я сама приезжала, достаточно легко найти ваше хозяйство. Человек приехал, в первый раз он может познакомиться с лошадьми, посмотреть, прикинуть для себя какие-то возможности, а в дальнейшем уже начать какую-то подготовку, тренировки, а чуть позже уже принять участие в том числе и в соревнованиях по конному туризму. Вы для этого можете предоставить лошадь в аренду? Да, можем предоставить. Отлично. Ну, давайте, уже был какой-то опыт по проведению каких-то соревнований? Да, конечно. Первый раз мы проводили в 2013 году, в июне месяце, первое наше соревнование. К нам приехали судьи из Москвы, представители Национального центра конного туризма, которые, в принципе, затеяли в России все это начать, так скажем. Они просто съездили за границу, во Франции, везде в Европе смотрели соревнования, им это понравилось, они тоже любят лошадей, ну, на любительском уровне, да, и поэтому они решили это в России все начать. Вот мы в 2013 году, в июне, провели первое наше соревнование, клубная, вятка трек, назвали их. И сколько участников тогда было? Участников у нас тогда было 18 человек, по-моему, не очень много, но, в принципе, для нас этого достаточно пока было на тот момент. Ну, всем очень понравилось, и так загорелись, решили поучаствовать, и в дальнейшем сказали, давайте, давайте, будем. А участники были только кировские или были кто-то приезжие? В 2013 у нас были только кировские команды. Потом мы уже в 2014 феврале решили провести первенство города Кирова, вот, и к нам уже приезжали участники из Перми, москвичи, да, Москва, приехала Москва. Вот замечательно то, что уже проводились соревнования, в том числе и с участием иногородних спортсменов. Наталья, иногородние спортсмены как оценивают условия, которые в Кировской области, вот в частности в вашем центре для развития конного туризма? Комфортно ли им в гостях? Я могу сказать, что мне очень полистило мнение самих организаторов, то есть национального центра туризма, который нашу базу охарактеризовал как одну из самых перспективных баз в стране для проведения вот такого рода соревнований. То есть мы, конечно, всего два года назад построились и находимся, в принципе, в стадии строительства. И вот мы будем стремиться к тому, чтобы в Кировской области проводились соревнования на очень высоком уровне по этому виду спорта. То, что это нравится людям, я уже практически убеждена. А нравится ли этот вид спорта лошадям? Очень. И в чём причина того, что лошадь полюбила такие соревнования? Лошадь — это всё-таки животное, которое любит поля, любит просторы, свободу, общение со своими сородичами. Поэтому на выездке и конкуре они очень выгорают эмоционально лошади. И любая, я могу сказать, даже самая дорогая, турнирная, успешная лошадь, она отдыхает в таком хозяйстве, как наше. То есть это просторы, это зелень, это чистый воздух. И, естественно, участие в таких вот развлекательных, можно сказать, испытаниях, как короткая дистанция на конном туризме, когда нужно сотрудничать с человеком, когда лошади тоже же интересно понять, что от неё требуется, получить морковку свою за успешное выполненное задание. Им очень нравится. Ну, на самом деле, будучи у вас в хозяйстве, я увидела, что у вас лошади, они в такой гармонии живут с природой, вот абсолютно не зашуганные, наоборот, такие все интересуются, что это за новый человек приехал, подходят, знакомятся, общаются. Поэтому они, наверное, изначально вот к этому конному туризму были подготовлены, и у вас просто, как говорится, всё тут срослось. Наверное, вот оно так и получилось, что не было бы счастья да несчастье помогло. Я вот вас знаю уже достаточно давно, помню, как вы фанатели от классического конного спорта, от выиски, конкура, как хотелось, там, высоких результатов. Но думаю, что появление конного туризма – это неплохая фишка для Левятского края. Как вам кажется? Я думаю, что это замечательная идея, в которую стоит вкладываться. Здесь отдача гораздо больше в плане того, что это всё-таки массовый вид спорта, да, и как реклама Кировской области, и как реклама нашей вятской породы лошадей, которая очень хорошо вписалась в этот вид спорта. Я думаю, что здесь можно и привлекать... И ещё к одному приятному моменту перешли. Вот, Ирина, вы тренируете спортсменов и тренируете лошадей. Вот, вятская порода, мы не так давно начали этот проект. Сколько он уже длится? Три года. Три года. Но это не так много для развития очередного нового направления. Вот вятские лошади, как себя показывают в конном туризме? Ну вот, по результатам проведённых наших соревнований, очень хорошо. Всегда в призовые места. Да, в призовые места обязательно. То есть вот эта вот выносливость, покладистость вятской лошади... Выносливость, покладистость, бесстрашие где-то, да, потому что там короткая дистанция с преодолением локальных препятствий идёт, там могут встречаться различные препятствия на своём пути. Их нужно не испугаться, нужно пройти уверенно. Они где-то даже спортсмена выручают, спортсмен боится, а они идут, всё, типа, надо, надо. Они ему говорят, не бойся, я сейчас всё сделаю, ты только не упади. Хочешь, за гриву держись, хочешь, хоть как. Ну вот давайте вернёмся снова на дистанцию. Вы говорите, препятствия, они специально создаются или это вот условия ландшафта? Это условия ландшафта, как правильно сказали. Короткая дистанция называется, значит, дистанция, это короткая дистанция с преодолением локальных препятствий, естественных препятствий. То есть это может быть овраг, холм, то есть тут должен садник показать умение управлять лошадью и сидеть правильно на этих препятствиях, да. Может быть канава, может быть упавшее дерево, какой-то змейка между деревьями. А враг мы преодолеваем, спускаясь и поднимаясь, а канаву лошадь прыгает. Прыгает, должна перепрыгнуть, да. То есть здесь ещё чем примечательный этот вид спорта, да, что идёт взаимодействие, и некоторые препятствия мы преодолеваем верхом, некоторые в поводу. То есть тут тоже умение всё-таки... То есть это допускается или это условия соревнований? Это условия соревнований, то есть препятствия могут по условиям соревнований преодолеваться или верхом, или в поводу лошадь ведя. Ну, а короткая дистанция – это сколько по протяженности? Короткая – это, ну, в зависимости от класса, от километра до 7 километров, может быть. Ничего себе, короткая дистанция, да, тем, кто не пробовал. Но это уже на более высоких классах. Скажу вам, что 7 километров – просто сидеть, просидеть верхом. Даже если кто-то ведёт лошадь в поводу, это не слишком простое. А ещё приходится спешиваться, а потом садиться неоднократно. Очень приятное занятие. А вот если я спешусь, то уже без помощи ассистентам… А есть, кстати, одно из препятствий, но это на низших классах, на первом-втором, ставится просто посадка на лошадь. То есть нужно вот завести лошадь в круг и на неё сесть правильно, хорошо, чтобы лошадь стояла на месте. То есть это тоже, за это ставятся очки штрафные. Всё больше и больше мне нравится этот вид спорта. Что ещё входит? Ещё третья дистанция – это, так скажем, тест на управляемость, да. Это контроль алюра. То есть ставится коридор от 100 до 150 метров, двухметровый, ну, на более высоких классах полутораметровой шириной. И нужно показать умение направить лошадь нужным алюром. То есть в одну сторону это преодолевается коротким галопом, а как можно тише галопом нужно пройти, не сбиваясь с алюра. И в обратную сторону быстрый шаг. То есть как можно быстрее шагом дойти до финиша. Замечательно. Вот, Наталья, вы как организатор, понятно, у вас есть уже кое-какие условия. То есть вы можете приезжих лошадей разместить на постой. Ну, какие-то элементарные условия там и всадникам приезжим предоставить. Но кроме всего этого, вы уже упоминали о том, что судейство. Вот это всегда в любом виде спорта, это очень непростой вопрос. Вот у вас кто обслуживает, кто судит эти соревнования? Сколько там вообще судейская бригада? Ну, судейская бригада зависит от класса, от количества препятствий. У каждого препятствия должен стоять свой судья. Изначально, вот мы, когда начинали, мы пригласили на семинар из Москвы специалистов для того, чтобы выучить своих судей, чтобы нам уже по большому-то счету не зависеть. Вот, но все равно еще немножко не хватает. И класс судей у нас не настолько высокий, то есть категория судейская. Поэтому наш фостка, федерация туризма, они присылают нам старших судей. Вот, давайте еще об этом поподробнее. Все-таки это вид спорта туризм. А вот те люди, которые работают в федерации, там, кстати, тоже очень такие люди, фанаты своего дела. Вот, вот, они-то вас как восприняли? Зачастую бывает, появляется что-то новое, и там, ну, например, не думаю, что так просто было бы вам в федерации конного спорта что-то продвигать. А федерация-то туризма с любовью вас встретила? Или как-то так, как лишний обуз? Они сначала насторожены. Да. Что, как, как. Ну, когда мы уже проводили соревнования, в принципе, отчитывались, все как положено, но они уже сейчас очень даже нас, можно сказать, любят. Ну, на самом деле, это трудно не полюбить. Вот выходные, проведенные в центре Центавриона, это просто вот день, подаренный Богом, так скажем. Настолько вот эта энергетика общения с лошадьми. Кстати, очень люблю и призываю всех использовать любые возможности, подвигаться, отдохнуть, подышать в Центаврионе, кроме того, что можно просто пообщаться с лошадьми, получить первые навыки посадки в седло, так скажем. Можно еще и сделать фотосессию в замечательных старинных костюмах, и при этом тоже подвигаться, получить удовольствие и незабываемые снимки на память. Вот ближайшее время в своих соцсетях размещу, смотрите, и приезжайте. Может быть, кто-то с этого начнет знакомство с конным спортом. Вот вы как планируете в дальнейшем уже полностью уйти в конный туризм, либо еще другие направления конного спорта все-таки развивать? Ни одно из направлений мы не оставим без внимания, поскольку это возможность расширить круг клиентов, которые к нам приходят, кроме фотосессии, конного туризма и классических видов спорта, которыми мы, естественно, занимаемся и наиболее тесно мы занимаемся классическими видами спорта. Это конкур и выездка. Это конкур и выездка, и у нас проходят областные соревнования по этим видам спорта. Мы также планируем развивать конный театр. Это для тех людей, которые, кроме навыков верховой юстии... Посмотрите в интернете вятскую кадриль в исполнении вятских лошадок. Это вообще шедевр. То есть творческие люди, которые не хотели бы себя посвящать только спорту, они могут заниматься и постановкой цирковых номеров, потому что у нас Ирина Владимировна имеет не только образование МГАВКу, но она ещё и имеет опыт работы в Росцирке. В Росцирке. Да. Это действительно настолько разнообразные возможности появляются. Даже, наверное, несмотря на то, что экономически снова какие-то годы наступают непростые, но вот ваше направление, оно так нужно людям сегодня, когда кругом какие-то жёсткие огорчения, ещё что-то происходит. Способ отдохнуть и отвлечься – это просто замечательно и всех призываю. Меня интересует, нужна ли какая-то суперспециальная дорогая экипировка, либо как должен экипироваться всадник? Нет, тут как раз в конном туризме просто должна быть эстетика. То есть, конечно, нельзя там выехать в фуфайке, в валенках или ещё что-то. То есть человек должен просто опрятно одеть. Что значит «нельзя»? Не допустят? Не допустят. Даже в регламенте, вот у нас с поправками вышел новый регламент, именно по дистанциям на средствах передвижения конной в 2014 году, там прописано, что человек должен выглядеть опрятно. То есть обязательно должна быть каска на голове, то есть как и в конном спорте теперь, да, то есть это уже техника безопасности. У тех, у кого нет своей, можно на прокат тоже? Можно, да, мы всё предоставляем. Ну и обязательно обувь тоже должна соответствовать. Давайте поподробнее. Что значит? Обувь должна закрывать щиколотку, должна иметь гладкую подошву и 2-3 см каблучок. То есть, ну, в идеале это всё-таки сапоги. В идеале или сапоги, или краги с ботинками. Ну, для конного спорта, в принципе, это как раз самое то. То есть вот человек. Обязательно нужен ещё компас, это если по снаряжению мы будем, да, аптечка, компас. Это в какой-то специальной сумочке всё лежит, или компас должен как секундомер на шее висеть. Это не оговорено, но туристы, бывалые, я не знаю, да, что там какой-то рюкзачок, кому как удобно уже всё это размещать. Но это должно, конечно, не болтаться, не стеснять движение, не мешать движению по трассе. Никуда не цепляться в случае чего всё-таки там препятствия иногда и между деревьями. Нет, но вот это на длинной дистанции, в принципе, вот это вот компас и аптечка, это длинная дистанция подразумевает наличие. Житя, а вот вы можете научить с компасом обращаться? Либо вы учите только на лошади сидеть. Вот я приеду, да, а на лошади я сижу, вы видели, да? А компас я плохо представляю. У нас сейчас пока нет тренера по спортивному ориентированию, да, но в будущем мы планируем кого-то из федерации пригласить. Ну хотя бы на какие-то... Ну самые элементарные вещи мы, конечно, объясним. Так, хорошо. Что будет в ближайшее время и где и как это можно будет посмотреть? Соревнования чемпионата области по 19 число. По 19 октября 2014 года будут проходить соревнования. Чемпионат Кировской области по спортивному туризму. Это уже очень такое название говорит о том, что это включено в календарь областных соревнований. Это уже серьезно. На этих соревнованиях можно выполнить разряды, включая первые разряды кандидатов в мастера спорта. Нет, на этих у нас соревнованиях, наверное, это не получится, потому что у нас еще дисциплина, как уже говорилось, неоднократно молодая. Мало туристов спортивных, которые имеют разряд по спортивному туризму. А в соревнованиях, чтобы получить разряд, нужен там ранг соревнований соблюдности и... И состав участников. Состав участников, то есть у нас мало участников, которые имеют разряд по спортивному туризму. Понятно. А от этого зависит, можно ли какие разряды... Чтобы стать перворазрядником, надо выиграть у других уже перворазрядников, которые этот разряд уже имеют. А как вы планируете в дальнейшем с этим вопросом? Мы участвуем в соревнованиях. Недавно буквально наша команда кировская вернулась с ПФО, которая прохватилась в Саранске, Мордовия. Там мы выступили неплохо. Там тоже, опять же, ранг не очень был в соревновании высок, потому как все начало только. Но, значит, нам нужно сейчас привлекать уже спортивных туристов, учить верховой езде и, в принципе, в это время. А вот давайте в Мордовии, это единственный опыт выезда на такие соревнования? Пока, да, пока мы только выезжали в Мордовию. Сколько человек? Выезжала у нас команда 4 человека. Один мужчина, три женщины. Какие лошади? Лошади мы арендовали там лошадей. Там, ну да, действительно, на первое время, чтобы расходы оптимизировать, все-таки везти лошадь, это тяжело. И вот даже вот, несмотря на то, что там, в принципе, лошади достались такие, скажем, не лучшие. Ну, они не то, что не лучшие из тех, кто там есть, там просто тоже молодая дисциплина, видимо, не очень подготовленная были к этому. И то, несмотря на это, мы, в принципе, привезли второе и третье место. Молодцы, поздравляю вас. А вот приезжие, которые уже посмотрели там ваше хозяйство, посмотрели вятских лошадей, вот они впечатлились нашей там местной породой? У вас все-таки такие, одни из лучших особей стоят? Да. И просто постоянно звонят из других городов, именно вот ко мне, и спрашивают, не продаем ли мы своих лошадей, что, поскольку я рекламирую в интернете, описываю все события, которые происходят с нашими лобяточками. И, кроме того, я во Всероссийский институт коневодства отчитываюсь по всем результатам, которые все это публикуют в Альманахе, кони вятские. Поэтому, конечно, популяризация породы идет. И спрос на эту породу растет. Цена лошадей выросла в два раза, могу сказать, с начала нашего проекта вятского. Но меня это не удивляет, потому что лошади действительно оказались гораздо более симпатичные, чем я себе представляла. Если они еще в работе настолько хороши, как вы говорите, и при развитии вот таких направлений, как конный туризм, по нашей стране, ну просто грех этим не заниматься. В самом-то хозяйстве Гордина как-то идет в рост вот эта работа? Я всех отправляю к ним туда, даю телефоны, рекламирую лошадей. Они говорят, что продажи идут. А не происходит ли там так, как было с вами? Заходите в табун, выбирайте, кого поймаете. Так и происходит. Потому что, конечно, в районе специалистов мало. Но это даже, скажем, в других регионах, в больших городах, таких как Екатеринбург, Тюмень, жалуются, что нет специалистов. То есть у нас Киров изначально, он какой-то конный город, потому что большой ипподром был в Вересниках. Конечно, вот в Афанасьево у них трудно со специалистами. Поэтому люди, я сразу говорю, что они едут туда выбирать в табуне. Мы предлагаем услуги, что они могут выбрать этих лошадей. Мы можем, в принципе, сами им выловить этих лошадей, поймать, заездить и продать уже по более дорогой цене подготовленных. А так вот вашим предложением кто-то воспользовался уже? Пока нет. Пока просят наших. Нет, на самом деле этот вопрос важный. Потому что если бы было поставлено, допустим, в Афанасьевском районе вот процесс именно подготовки лошади хотя бы первоначально, чтобы ее можно было посмотреть не просто в табуне, а где-то вот, условно говоря, в ринге, чтобы можно было на нее сесть, проехаться, почувствовать. Наверное, аллюру у каждой лошади все равно свой. И всаднику, который берет для прогулок, для конного туризма коня, хотелось бы вот ощутить себя комфортно. Подобрать себе лошадь, это, конечно, очень трудно. И, естественно, это очень у них сдерживает продажи то, что вот они не могут показать своих лошадей. Но нужно понимать, что бирейтерская работа по заездке, по работе с молодой лошадью, это опасный вид спорта. Вообще работы, да, очень опасное занятие. И во всех странах, и в других регионах оно оплачивается достойно. Если хозяйство не будет оплачивать достойно такую работу, то, естественно, специалистов у них там никогда не будет. Ну, наверное, это будет темой одной из наших передач, потому что работа с вятками на благо спорта, на благо физкультуры, это действительно одна из тех вятских фишек, которая, на мой взгляд, вот просто не должна погибнуть, не должно вот это развиваться, потому что лошади действительно замечательные. Как всегда, к сожалению, время истекает, хочется говорить и говорить, но, наверное, вот это желание поговорить еще о конном туризме, о вятских лошадях и вообще о конном спорте мы реализуем в какой-то из наших следующих передач. А сегодня, дорогие гости, вам огромное спасибо за интересную беседу. Дорогие радиослушатели, в ближайшие выходные вы можете приехать и посмотреть соревнования по конному туризму. Самые смелые, наверное, могут прикинуть себя как-то в этом виде спорта и, может быть, даже в какой-то дисциплине и попробовать. По крайней мере, если у вас это в планах будет, обязательно приезжайте в конное хозяйство Центаврион, которое находится в окрестностях Нововятска. Набираем в поисковике деревню Сунчиха и вы обязательно найдете то, где это расположено. У меня в студии были Наталья Фирсова, владелец коневодческого хозяйства Центаврион. Спасибо огромное, Наталья, вам успехов. Не опускайте руки, наоборот, вдохновляйтесь своей работой. Уверена, что все получится. И Ирина Рогачева, тренер-преподаватель Львятской школы Олимпийского резерва по конному спорту, региональный представитель Национального центра конного туризма. Спасибо, Ирина. Всем удачи, всего доброго. До свидания. Авторский проект «Спорт с Медведевой» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова